Итак, предлагаю поразмышлять над темами, которые предложили наши зрители. Первая тема – обесценивание того, что дорого, обесценивание себя, самобичевание. Но самобичевание – это что? Это от чего? От боязни критики. А от боязни – осуждение. Поэтому мы за других эту работу делаем. Не надо делать чужую работу. Раз. И второе – чужая работа – это не ваше дело. Два. Источник страха. Страх. Источник страха – время и мысли. И когда нет страха, то вы свободны. Смотрите, время и мысли – источник страха. Как нам избавиться от источников страха? От времени и от мыслей. Подумаем об этом. Подумаем об этом. Время растянуто. Время – это прошлое, настоящее, будущее. Вот боль, растянутая во времени – это страдание. Поэтому не растягивайте ничего. Прошлое нужно научиться отпускать. Как это сделать? Это мы прорабатываем все. Через осознание, через прощение себя, через безусловную любовь, через умение жить в настоящем, в текущем моменте, через просто наблюдение. Вот приходят мысли из прошлого какая-то, которая раньше вас тревожила. Но вы уже разрядили этот эмоциональный файл. Вы не инвестируете чувства. Поэтому вы относитесь спокойно. Пришла мысль, вы ее понаблюдали, и она ушла. Все. Вы не даете мысли времени. Наблюдая, созерцая, мы вне времени находимся. Вот парадокс. Мысли – источник страха. Ну, вернуться к реальности. Вернуться к реальности. Что происходит сейчас, здесь, здесь и сейчас? Разве что-то страшное? Нет. Нет страха, вы свободны. Таким образом мы освобождаемся. Сейчас поговорим об обесценивании. Обесценивание связано с... Обесценивание имеет как положительные стороны, так и отрицательные. Ну, например, умение обесценивать избавит вас от страданий, мучений, обид, чувства вины, ревности, если, допустим, речь идет о человеке каком-то, которому вы придаете слишком большое значение. Да, вот. Вам кажется, что вы его любите, привязаны к нему, а он уходит к другому или к другой. Вы страдаете. Вот тоже. Умение обесценить, бесценное качество. Для того, чтобы не страдать. Или вы не получили работу какую-то, или должность, или у вас чего-то нет, и так далее, да. Этим надо пользоваться и использовать эти навыки. С другой стороны, это плюсы обесценивания, минусы. Мы можем обесценивать то, что, по сути, является фундаментом нашей личности, да. Это наши собственные ценности, это наше я. Это ценность нашего существования, ценность нашей личности, нашей индивидуальности, нашего пути. И вот здесь мы работаем против себя, да. И что это? Какие могут быть последствия? Это депрессия, конечно, тревога, безразличие к себе, суицидальные мысли, отказ от достижения, отказ от изобилия мира. Мир – это изобилие. Отказ от денег, от славы, ну, от многих, отказ от общения, от самореализации, от творчества, от любви, да. Вот мы себя не ценим, допустим. Мы считаем, что вот мы недостойны любви. И мы не вступаем в отношения. И, соответственно, мы не самореализуемся в отношениях. Мужчины не становятся мужчинами, женщины не становятся женщинами, потому что они считают, что они недостойны отношений по каким-то причинам. Например, это может быть экономические причины, да, у большинства. Причины могут быть физиологические, например, инвалидность, да, еще что-то. и так далее. Психологические причины, но они все, все сводится к психологии в конечном итоге, да. Мы считаем, что мы недостойны, мы не ценим себя. Вот это минус обесценивания. И в том и в другом случае мы имеем дело с нашими мыслями. Мысли наши, которые вызывают страх, нас ограничивают и делают нас несвободными людьми. То есть, мы становимся заложниками собственных мыслей, собственных страхов. и, по сути, мы, что отказываемся от себя, от возможностей, от жизни, от того, что предлагается нам. Сколько угодно таких примеров, сколько угодно. Как освободиться? Как стать свободными? Это очень интересный вопрос. И давайте я попробую на него ответить. И ясно, что мышление, оно бесконечно. И в этом его ценности плюс огромный. Я очень уважаю людей, благодаря которым мы с вами учимся мыслить, благодаря которым мы хотим жить. Вот один из таких людей это Ноам Хомский. Это интеллектуал высшей пробы. Вот я приобрел недавно его книжку. Буду читать. Косово-Восточный Тимур и стандарты Запада. Вот насчет стандартов Запада, вот сейчас как раз то, что произошло в Афганистане, ушли войска и американские. И начался там хаос. И вот смотрите, как интересно, что произошло. Люди, которые поверили в демократию американскую, их там и оставили этим на растерзание талибов. У них некоторых лишали визы даже, чтобы они не могли уехать. Но это к чему я это говорю, к тому, что мы живем в пространстве мифов. Мифов. И вот для нас самое желательное, да, и что обесценивание происходит как на уровне индивидуальном, я не ценю себя, я никто, звать меня никак, я недостоин, я недостаточно хорош, и и так далее, да. И обесценивание происходит на уровне государств, даже международного сообщества. Обесценивание. Мы это видим. что можно противопоставить этому обесцениванию? Обесценивание, да, оно влияет очень на витальность, на людей, на наше желание жить, и вот как раз там, где есть свобода подлинная, там жизнь кипит, там, где нет свободы, там идет вымирание, там депрессия, там люди не хотят жить. И казалось бы, вот велика очень, велика очень, вот в этой витальности, в создании этой атмосферы ценности жизни, ценности бытия, ценности всего того, что происходит, велика роль интеллектуалов. Ну, где они? Вот Нуан Холмский один, ну, есть еще люди, но в каждой стране их ведь очень мало. А почему? А потому что людей заткнули, заткнули рты интеллектуалам привилегиями, привилегии дали. И люди люди не хотят терять свои привилегии. Вот он там, или она профессор получает зарплату хорошую, да. Ну, что ж, она, или он пойдет против системы, конечно, нет. Против устоявшихся мифологических взглядов, конечно, нет. Никто не хочет терять привилегии, потому что для биологического существа главное это забота, главная забота о собственном выживании в социуме. то же самое журналисты, тоже привилегии получили, государственное финансирование, плюс им там еще дают земли, например, под строительство домов и так далее. Они не будут пикать, вякать, не будут делать то, что от них требуют политики. Итак, все, что можно купить, все это уже стоит дешево, как мы с вами знаем, поэтому это дешевая журналистика, дешевая профессура, да, вот этот, дешевые интеллектуалы, дешевая власть. И таким образом обесценивается, вот ценность-то какая, капиталистическая, деньги. Все, что можно купить, стоит дешево, обесценивается сама жизнь, обесценивается. Потому что есть вечные ценности, есть то, что выше привилегии, есть то, что выше национализма. Вот очень хорошо про национализм говорит Юваль Харари, послушайте его. Он говорит, в частности, о том, что есть глобальные проблемы, которые не могут быть решены в рамках одного племени. Они должны решаться всем человечеством. Национализм очень ограничивает, потому что он ставит на первое место интересы племени, аборигенов каких-то вот этого трайба. Глобальные проблемы не замечаются, но они влияют на всех. И вот к таким глобальным проблемам он относит экологические проблемы. угроза ядерной войны. И вот мы думаем, что мы очень хорошо устроены, нам комфортно в этой социальной среде в нашей, в городской и вообще можно сказать, государство это среда, да, наше обитание, городская среда, социум. Но на самом деле мы гораздо более уязвимы в этой среде, чем лев в там в Африке. потому что лев он более он в своей среде находится, он в полной безопасности. Он знает, как выжить. В отличие от человека. Лев на себя руки не будет накладывать, лапы накладывать. Люди, посмотрите, как овцы. И вот он Харари называет там лидеров ядерных держав овцами с ядерным оружием. Потому что на самом деле вот такое состояние. Мы уязвим, вот тотальная глобальная уязвимость человека. понятно, что люди с привилегиями не обращают внимания на эти проблемы. Они просто им просто заткнули рты, как я сказал. И они сидят и молчат себе. Получают зарплату свою, там что-то какую-то чушь, чушь несут, какие-то знания, которые никому не нужны. между прочим, это тоже форма зависимости, когда мы читаем, когда мы вот форма зависимости от знаний новых. Почему мы не можем наедине с самими собой быть без всяких книг? мы боимся своей пустоты, боимся этой тревоги, которая у нас есть, боимся мыслей своих, боимся времени, да, почему так человек постоянно заполняет свое время? Я говорил про синдром выходного дня, когда человек после рабочей недели остается, да, суббота, воскресенье, а ему нечего делать, он в ужас приходит от своего никчемного существования, бессмысленного. Мы не научились находить в себе источник счастья, радости, быть в контакте со вселенной, быть в потоке времени, быть в контакте со своим подсознанием, со своей душой. У нас постоянная тревога, постоянная вот это вот, но неврозы, неврозы, да, невротическое расстройство, вот люди невротики, неврозы, неврозы порождают проблемы. Вот, и в книге уходят, да, вот тоже от реальности уйти куда-то, не живут в реальности. тем не менее, я хочу, мне подарили двухтомник Ницше недавно, покажу вам, замечательный Фридрих Ницше, очень советую читать. вот, допустим, американские терапевты, они, у них когнитивные, когнитивные терапии, кто занимается в США, люди с, у которых там PHD по философии. У нас это врачи, у нас врачи, но тут требуется больше философская культура, чем медицинские знания. Поэтому самые успешные психотерапевты это как раз люди вот с такой вот гуманитарной культурой, да, с философской культурой, психологической культурой. Вот. Что это, почему это важно? почему это важно? Вот смотрите, когда, да, мы сначала прорабатываем ложные убеждения, терапия, да, это и высвобождение чувств, и инсайты, и потом мы обращаемся к сознанию, и к подсознанию, с помощью гипноза, прорабатываем психотравмы, различные жизненные ситуации, мы их проработали. Что дальше? Дальше идет, дальше, да, здесь огромная роль на человеке, который учится занимать активную жизненную позицию, да, то есть поменять роль жертвы на роль хозяина в своей жизни, то есть с пассивной, с пассивного отношения к активному, вот, самое ужасное то, что те же привилегии, они ведь унизительны для человека, потому что они делают его пассивным, делают его пассивным, да, они, то есть а в чем пассивность-то заключается? Вот в этих границах они ограничивают человека, делают его несвободным, вот на какие-то темы человек не может говорить, и он должен думать тогда, где ему правду говорить, а где лгать. Это унизительно, унизительно для культуры, для культуры мышления, поэтому этой, этой культуре мышления наносится, она обесценивается таким образом, вот. Что нам интересно, философское развитие? Я считаю, что именно философское развитие сейчас выходит на первый план, на первый план, и именно оно способно нас сделать счастливыми, именно свобода мысли. и вот я хочу сейчас открыть томик Фридриха Ницше, отдел второй, свободный ум, и прочитать вам 25-ю главу книги «По ту сторону добра и зла», прелюдия к философии будущего, я думаю, что это будущее уже наступило, и прокомментируем, вообще я собираюсь кое-что записать отдельно, почитать вам Фридриха Ницше, какие-то главы, какие-то его произведения, трактаты, вот, я подумаю, выберу, буду вас вводить в это, в этот мир мысли Ницше, после такого веселого вступления пусть будет выслушано и серьезное слово, оно обращается к серьезнейшим, серьезнейшим, берегитесь философы и друзья познания и остерегайтесь мучений, остерегайтесь страдания во имя истины, остерегайтесь даже собственной защиты, это лишает вашу совесть всякой невинности и тонкого нейтралитета, это делает вас твердолобами к возражениям и красным платкам, это отупляет, озверяет, уподобляет вас быкам, когда в борьбе с опасностью, поруганием, подозрениями, изгнанием, еще более грубыми последствиями вражды, вам приходится в конце концов разыгрывать из себя защитников истины на земле, точно истина такая простодушная и нерасторопная особа, которая нуждается в защитниках, это интересная мысль, истина не нуждается в защитниках, истина самая великая то, что может быть и глубокая и главное не нуждается в защитниках, у нас есть защитники государства, защитники там морали, защитники религии, мы сейчас сейчас вы поймете почему я это говорю, мы свяжем это с тем которую я сегодня обозначил, защищать, вот да, и нашим мыслям мы себя обесцениваем, да, и мы принимаемся себя защищать, или защищать тех, кто нас обесценивает, или эти мысли обесценивающие защищать, не надо, оставайтесь нейтральными, остерегайтесь собственной защиты, не важно кто что о вас подумает, вот поразительная мысль, не важно кто, пусть нападают, не пытайтесь защищаться, это ни к чему, вы ничего не докажете, вот не надо никому ничего доказывать, нет ничего глупее этого, чем доказывать кому-то что-то, вы никому ничего не докажете, но желание доказать порождает насилие, порождает озлобленность, озверяет, отупляет, вот как оппозиция критикует и бесконечно власть, да, и место, которое хочет занять, ну так посмотрите, какая тупая оппозиция, озлобленная, и так далее, то же самое с нами происходит, слишком серьезное отношение к себе, слишком серьезное отношение к себе и к другим тоже озверяет, отупляет, и оно же есть следствие озверения и отупления, и именно в вас о рыцаре печального образа, господа зеваки и пауки ткачи ума, в конце концов вы довольно хорошо знаете, что решительно все равно окажетесь ли именно вы правыми, так же, как знаете, что до сих пор еще ни один философ не оказался правым, и что в каждом маленьком вопросительном знаке, который вы ставите после ваших излюбленных слов и любимых учений, а при случае и после самих себя, может заключаться более достохвальная правдивость, чем во всех торжественных жестах, которыми вы козыряете перед обвинителями и судилищами. Отойдите лучше в сторону, скройтесь и наденьте свою маску и хитрость, чтобы вас путали с другими или немного боялись. И не забудьте только осаде, осаде с золотой решеткой и окружите себя людьми, подобными саду или подобными музыке над водами в вечерний час, когда день становится уже воспоминанием, изберите себе хорошее одиночество, свободное, веселое, легкое одиночество, которое даст и вам право оставаться еще в каком-нибудь смысле хорошими. это подход, это подход. Смотрите, мы обесцениваем себя, значит, мы испытываем в этом потребность только и всего. Мы хотим самоуничижаться, это в нас внутренний мазохист говорит, да, мы хотим быть ничьи, мы хотим, чтобы нас унижали, мазохисты хотят от этого. И козырять потом перед обвинителями и судилищами, да. То есть, эта форма, это форма, ну, такая извращенная и извращенная форма гордости. способ себе придать значение какое-то, унизив себя. Я никто, ничто, я хуже всех, то есть, я не такой, как все, я хуже и тем я лучше других. Вообще, человеку, человек запрограммирован находиться между вот этими крайностями. Две крайности. Я царь, я раб, я червь, я бог. То есть, с одной стороны, мы печеньки в этом океане, вселенная, а с другой стороны, мы личности, да, которые, ведь, смотрите, какую эволюцию проделало человечество, ведь там десятки тысяч лет назад человек не отличался от обезьяны ничем, был приматом. потом произошло чудо, вот, кстати, чудо, произошла когнитивная революция, вот, кстати, революция, если кто-то боится революции и против революции, то вот задумайтесь, произошла когнитивная революция, Вот этот примат, наш предок, вдруг начал осознавать себя, у него начал развиваться мозг, интеллект, сознание, и вот дальше эволюционировал, и стал человеком, выделившись из природы. А теперь, и вот об этом тоже книга Харари, человек на пути к Богу. Человек становится Богом. И каковы будут последствия этого развития? Зависит от чего? От интенции, от намерений. Добрые намерения, значит, будет рай, злые намерения, будет ад, который сотворит сам человек. Вот. Поэтому осознать нужно и в то же самое время свою божественность и творить рай. Свою божественную ответственность и ответственную божественность и творить рай. В том числе и к себе относясь, как к богам. Вот. А это очень скромное, ведь скромное поведение-то на самом деле. Вот чему надо учиться, это скромности. А что учит скромности? Да, стремление учиться. Учеба учит скромности. Вот когда мы учимся, мы скромны. Потому что мы приобретаем знания новые. Поэтому к неизвестному идти. Вот вам уже известно, что может быть с вами. Да? Что вы можете обесценивать себя. Ну, сколько можно по одному кругу ходить? Вот. Змея, которая кусает свой хвост. Это же неинтересно. Значит, надо стремиться к неизвестному. А неизвестное, что это раскрытие вашего потенциала, ваших возможностей, ваших способностей, ваших дарований, ваша личностная эволюция. На пути к Богу. Наденьте свою маску. Скройтесь, да, скройтесь. Наденьте маску и хитрость, чтобы вас спутали с другими. Ну, попробуйте. Попробуйте так сделать. Что это значит? Это посмотреть на себя со стороны. Просто наблюдать за собой. За собой, как за героем или героиней какого-то фильма. Не придавать себе большого значения. Затем, вот, окружите себя людьми, подобными саду. Или подобными музыке над водами в вечерний час. Вот, когда вы в последний раз были на природе, в саду гуляли, или слышали звуки воды, водопада. Какое это производило на вас впечатление? Вот, окружите себя такими людьми. Прекрасный совет. Ведь мы занимаемся мазохизмом, обесцениванием или самоуничижением в обществе людей, которые занимаются тем же самым. Или унижают, или унижаются. Почему общество стало настолько испорченным, настолько противным, настолько отвратительным, что люди не хотят в нем жить? Именно по этой причине. Потому что вместо любви, вместо спокойствия и отдыха, да, или, как говорят, вот, легко дышится. Вот, легко дышится, где в саду, в лесу, в парке, там, где вода, да, у моря, рядом с водопадом. Вода вообще успокаивает. Вот. То есть, будьте, окружите себя людьми, которые успокаивают. И вот, вместо этого мы имеем дело с невротиками и психопатами. И невольно, невольно нас это заражает, их поведение. Зачем вам заражаться этим? Значит, выберите себе, да, окружение. Изберите себе хорошее одиночество. Свободное, веселое, легкое одиночество, которое даст и вам право оставаться еще в каком-нибудь смысле хорошими. Понимаете, конечно, отношения нужны и взаимодействие с людьми, контакты. Но с какими людьми, это же тоже важно. Тоже важно. Здесь нужен баланс. И вот та здоровая мера одиночества, не просто необходима, просто необходима. Которая дает свободу, веселье, легкость. И способность оставаться хорошими. Вот посмотрите на публичных людей, которые вот на звезд тех же, да, вот постоянно имеют дело с людьми. Они же все мизантропы. Они все невротики. Вот. Они ненавидят. Потому что слишком много контактируют, слишком частые контакты с людьми. Вот эта вот публичность, да, что она делает с человеком. Вот я знаю публичных людей там, да. Многие из которых просто шарахаются от людей уже. Зачем им эта публичность? Вот. Ненавидят людей. Негативно мыслят. Это власть. Так что оставайтесь хорошими. Найдите этот баланс. Когда вы чувствуете свою ценность, значимость. И не позволяете никому это разрушать. Те, кто разрушают вашу целостность, ценность, ощущение. Ваша, вашу веселость, легкость. Вот это вот состояние «я хороший человек». Да. Потому что найдутся всегда люди, которые вас будут обвинять, винить. Как-то косо посмотрят, осудят, будут критиковать, будут оценивать. Да, это все будет влиять на вас. Поэтому минимизируйте такие контакты. И окружите себя людьми, подобными саду. Которые дают вам спокойствие и уверенность в себе. Рядом с которыми вам легко дышаться и вы отдыхаете. Какими ядовитыми, какими хитрыми, какими дурными делает людей всякая долгая война, которую нельзя вести открытой силой. Вот борьба делает людей ядовитыми и дурными. Боремся с собой – то же самое. С миром боремся, с другими боремся. Становимся ядовитыми, хитрыми, дурными. Поэтому не надо бороться ни с чем. Не убегаем и не боремся. Принимаем ситуацию такой, какая она есть. Имеем с ней дело. Все. Какими личными делает их долгий страх? Долгое наблюдение за врагами, за возможными врагами. Вот наблюдаем, боремся, да, личный враг. То есть мы уподобляемся тем, с кем мы боремся. Главное, мы себя обкрадываем. Мы крадем у себя счастье, свободу, спокойствие, веселье, веселость. И мы переставим быть хорошими людьми. Очень легко, очень легко хорошего человека превратить в противоположность. Ядовитого, хитрого, дурного человека. Достаточно вовлечь его в борьбу. Вот, посмотрите, политические партии борются. Одни уроды моральные. Токсичные люди. За место под солнцем боремся. Посмотрите, уроды тоже. Вот, карьеру делают. Тоже борются. Вот эти вот. Ученые многие, да, университетские сотрудники. Какие уроды тоже. Токсичные, ядовитые. Ужас. Что их уже, ну их же не назовешь хорошими людьми. Со злом борются тоже. Такие токсичные, ядовитые. Распространяют это все. По сути, обесценивая, обесценивая, все хорошее. И так борьба обесценивает все хорошее. Поэтому не надо бороться. Не надо с собой бороться, со своими мыслями. Не боритесь. Почувствовали где-то себя пылинкой. Переживите это. Насладитесь этим состоянием. Дальше. Эти изгнанники общества, эти долго преследуемые, злобно травимые, также отшельники по принуждению, эти спинозы или Джордана Бруно, становятся всегда, в конце концов, рафинированными мстителями и отравителями. Хотя бы и под прикрытием духовного маскарада, и, может быть, бессознательно для самих себя, доройтесь-ка хоть раз до дна этики и теологии спинозы. Нечего и говорить о бестолковости морального негодования, которое у всякого философа всегда служит безошибочным признаком того, что его покинул философский юмор. Юмор покидает нас, а мы становимся моралистами. Смысл этого морального негодования? Вот у них совести нет. Вот сколько раз я слышал, да, про власть говорили. Совести нет. Да, конечно, нет. Но смысл-то в вашем негодовании моральном, его тоже нет. Получается, ни совести, ни смысла вообще ничего нет, кроме злобы. Вы боретесь и негодуете, это еще хуже становится от этого. Потому что вместо того, чтобы быть примером легкой, красивой жизни, свободной жизни, веселой жизни, мудрой жизни, осмысленной жизни, вы, по сути, становитесь тем, с чем вы боретесь. И увеличиваете в мире тупость, зверство, бессмысленность. Мученичество философа, его принесение себя в жертву истине, обнаруживает то, что было в нем скрыто агитаторского и актерского. И если предположить, что на него до сих пор смотрели только с артистическим любопытством, то по отношению к иному философу, конечно, может показаться понятным, опасное желание увидеть его когда-нибудь так же и в состоянии вырождения. выродившимся в мученика, в крикуна подмостков и трибун. Вот. Вырождение. Много крикунов. Я тут смотрю праведный гнев. Все это, да. Крикуны. Такие вот мученики за правду. Боже мой, что толку-то от этого? От этого же правды больше не становится в мире. Счастья. Радости. Артистизма. Да. Агитаторского и актерского. Вот смотрите, агитаторское. Агитация, пропаганда вот то, чем то, чем занимаются СМИ. СМИ находят себе врага и начинают агитировать. мученичество, это и есть СМИ, это бесконечные адские муки. которые они сами испытывают и вызывают у других. Почему? Потому что боятся. это с одной стороны. А с другой стороны, конечно, это и вот это вот актерское, да, это тоже это тоже что-то низкопробное. Тоже маски. Это тоже неподлинное, ненастоящее. Какое значение сейчас актерам придается? Боже мой, что эти люди могут сказать? Ничего. Ничего. Эти люди не живут своей жизнью, они всю жизнь играют роли. доходят до того, вот что это актерство обнаруженное у этих жертв. А как понять, что человек жертва? Когда он теряет веселость и нрава. Уже веселость признак уверенности в себе и признак того, что человек хозяин своей жизни. Еще признак, когда человек жертва, что он не хочет не хочет быть хорошим. Вот не свободен, да, ядовит, хитер, дурные мысли и дурные поступки у него. Вот это признак того, что человек жертва. Вот смотрите, как интересно. И вот это вот актерство, кстати, актерство, такое, это же одно из расстройств личности. Расстройство личности проявляется в этой борьбе, в этой войне. от здоровья психического до нездоровья один шаг. Один шаг. И этот шаг мы делаем, когда мы начинаем бороться. Когда мы находим в себе врагов. Или сами являемся для себя врагами. что еще ужаснее. Так вот, актерство, да. И это уже доходит до того, что я тут прочитал в газете написали про порно-звезду. Порно-звезда. Которая с мужем занимается вот, сексом, снимает это на камеру и выкладывает это в интернет. и они написали, взяли у нее интервью, она так интервью дает тоже, что ей не нравится. Что ей не нравится в ее работе. А в ее работе ей больше всего не нравится то, что надо постоянно свет выставлять правильно. вот. И чтобы, поскольку все это вот в комнате, в квартире небольшой происходит, то было решено оставить свет так, как есть. Ну, пусть он там полкомнаты занимает, но не трогать сцену. Знаете, вот это на полном серьезе берут интервью у этих людей. Вот это и есть актерство. Обойное актерство. И те, кто берет интервью, это актеры тоже. Вот это актерское расстройство личности. И те, у кого берут интервью. Они постоянно играют роли. Это ужас. Больное общество. Ведь не берут интервью у нормальных людей, развитых, которые что-то полезное делают. Нет. Вот такое, вот такое паноптику. Для это форма мести. Форма мести общества. Неосознаваемая. Потому что когда-то кто-то боролся за что-то. Потом борьба его превратила в урода. Морального урода. он стал отравителем жизни. Вот эти СМИ, политики, ученые, кстати говоря, тоже, интеллектуалы, религиозные деятели, тоже ведь они же борются с дьяволом. Посмотрите, какие они токсичные. Все, кто борются, очень токсичные. Это и есть отравители жизни. Мы живем в отравленной, ядовитой атмосфере и социальной. Потому что все друг с другом борются. Одни за привилегии борются, а потом в тряпочку помалкивают, а другие за выживание. Третьи за власть, четвертые еще за что-то. Ужас. Ужас. вырождение. Да, вырождение. Умные люди жалко, когда умные люди вырождаются. Я знаю таких людей умных выродились. Очень стали примитивными. Выродились в мучеников и в крикунов, подмостков и трибун. ушли в политику, в оппозицию умные люди и стали крикунами подмостков и трибун. Лишь бы при подобном желании непременно ясно понимать, что при этом во всяком случае придется увидеть. Только драму сатиров, только заключительный фарс, только непрерывное доказательство того, что долгая подлинная трагедия кончилась. Предполагаю, что всякая философия в своем возникновении была долгой трагедией. Кончается философия? там, где пропадает свобода, веселость, ощущение, что ты хороший человек, и на смену этого приходит что? Морализаторство, актерство, злость, ну а что это на самом деле? Только драма сатиров. Фарс. Мы живем в вот мы видим фарс, один фарс только. Поэтому это неподлинная жизнь. Между прочим, когда вы осознаете иллюзию жизни, научились отличать миф от реальности, иллюзию от реальности, это начало и есть интеллектуальной зрелости. Начало. Отличие, отличение иллюзии от реальности. И то же самое вот вернемся к обесцениванию. по сути это иллюзия. Самооценка вообще это иллюзия. Никак невозможно проверить. Поэтому отличайте иллюзию от реальности. И когда вы живете в реальности, вы не думаете о своей самооценке. Но эти вопросы безразличны. я живу в реальности, я занят собой. Вот у меня план работы, план действий, вот мои цели задачи, вот мои дела, которые я должен сделать, вот моя повседневная жизнь, вот моя творческая жизнь. я занят собой, раскрытием своего потенциала, своей жизнью. Мне некогда думать о моей самооценке. Я не думаю о том, сколько у меня денег на счету. Много это или мало. Я не думаю об этом, потому что я увлечен. Потому что мне хорошо, потому что я свободен, потому что я занят творчеством, потому что я мыслью, потому что я хороший человек, мне хорошо наедине с собой. И когда приходят эти мысли дурные, отравляющие меня, когда я начинаю бороться с чем? обществом потребления. Да? Это которое мне навязывает, что у меня должна быть ну вот все, что вы знаете, не будем перечислять, что должно быть у членов общества потребления. Если я с этим начинаю бороться, я утрачиваю то ценное, что у меня есть. Я утрачиваю смысл моей жизни, я утрачиваю радость, бытия, свободу, веселость. я себя сам программирую на негатив. Это ужас. Если у человека выбор, вот интересный вопрос, мы его обсудим, но возможно, что выбора нет в рамках вот этой парадигмы. но мы можем выбирать, как нам себя чувствовать. Это точно. Это точно. и от нашего помышления многое зависит. Поэтому обесценивайте то, что вас обесценивает. цените тех, кто вас ценит. Цените в себе то, что придает вам ценность. не превращайте жизнь в трагедию, фарс, не превращайте жизнь в отстой. А для этого что? Нужно иметь свободный ум. Вот рекомендую всем читать Фредриха Ницше про свободный ум и не только. Вот. На этом я хочу с вами проститься. И потом мы еще поговорим на разные интересные темы. Задавайте вопросы. Сейчас я может быть еще единственное что приведу кое-какие цитаты мотивирующие. Перед тем как вы будете судить мою жизнь, мое прошлое или мой характер, пройдите в моих ботинках, пройдите путь, который я прошел. Переживите мою печаль, мои сомнения, мои страхи, проживите мою печаль, мои сомнения, мои страхи, мою боль и мой смех. Запомните, каждый, у каждого есть своя история. когда если вы прожили мою жизнь, вы можете судить меня. Вот. Так. Именно те страсти, природу которых мы неверно понимаем, сильнее всего властвуют над нами, а слабее всего бывают чувства, происхождение которых нам понятно. И часто человек воображает, будто он производит опыт над другими, тогда как в действительности производит опыт над самим собой. White. Скороит. Вот еще интересный такой факт, что в конце 1800-х годов бабуин был нанят на работу на железную дорогу сигнальщиком, подавать сигналы. И он никогда не сделал ошибки за все это время, ни одной, никогда не ошибся. И работал на железной дороге до самой своей смерти. Бабуин. Вот можно сказать, что умное существо. Бабуин. Вот. Многие тоже себя считают умными, когда работают как бабуины. Ну что каждому свою. Дальше. Вот тут игра слов в английском. Never say no one likes me, always say no one is like me. никогда не говори никто не любит меня, всегда говори нет такого человека как я. Лучшая вещь в этой жизни это то, что все, что я когда-либо потерял, было заменено чем-то лучшим. И я никогда не испытываю недостаток, не теряю, я всегда я только я только нахожусь вот в этом как бы транзите, что ли, в переходе. Переход от одного к другому. Мы никогда ничего не теряем, запомните это. Всегда освобождается место для чего-то лучшего. как и есть. Мы думаем, что мы потеряли, а на самом деле освободилось место для более прекрасных вещей. Так, дальше. Дальше еще, что можно сказать. зависимость от знания, вот я об этом говорил, это как любая другая зависимость. Она предлагает избегать что вот эта зависимость предлагает нам, да? Возможность избежать страха пустоты, одиночества, фрустрации, и страха быть ничем. Вот опять страхи. Интересный факт. Дети смеются, дети улыбаются в среднем 200 раз в день. Среднестатистическая женщина улыбается 62 раза в день. А среднестатистический мужчина только 8 раз в день. Почему мужчины так мало улыбаются? не верьте всему, что ничему, не верьте ничему, что вы видите, слышите или читаете. Задавайте вопросы обо всем ищите причину, ищите истину. вот я хочу сказать, что подлинный ум и интеллект он не основан на том, что вы выучили. Вот просто повторяете, да. Нас за интеллект эрудицию принимают часто. Какие умные вещи человек говорит, да. Но на самом деле это всего лишь слабо. А вот то, что вы через себя пропустили и подвергли сомнению, то, что стало частью вашего опыта, вот это истина. Вот это ценно, а не то, что вы поверили тому, что увидели, услышали или прочитали. Но самое ужасное, что может быть, это называется легковерие. Все принимаем на веру. поэтому мы живем в мире обмана. Вот эта демократия тоже миф. Власть народа. Нигде никогда народ не был власти. Народ всегда использовали демократии. сейчас используют колониальные демократии используют пенсионеров, допустим, которых одурачивают и обманывают. Вот такая демократия дурацкая. подураченные люди верят всему, что видят, слышат. К сожалению. А потом мы хотим жизни хорошей, ответственных решений, умных решений и вообще решений, которые были. Вообще перемен. Ну как? Если у власти жулики, обманывающие стариков, что они могут дать? Там же нет интеллекта обмануть старушек. Это же ума много не надо. Ты там ручку ей дал и она уже или пирожками угостил и она уже будет чувствовать себя обязанной проголосовать. Подкуп узаконенный. Вот такая вот власть. Так что не надо ничего ждать. И бороться с этим бесполезно. Бороться бесполезно по двум причинам. Еще раз. Но об этом я не говорил. Почему бесполезно бороться? И переделывать людей. Мы же хотим переделать человека. Потому что жулика и дурака вы не переделаете. Он останется таким. Вы просто обозлитесь. Обозлитесь просто. Просто отравите себе жизнь. Вы станете ядовитыми токсичными. То о чем я говорил. Вы не переделаете людей, которые их поддерживают. Это очень много людей. Большое количество людей так делают. Опять же ударит по вам эта борьба. И второе. Вы не переделаете никого. И второе. Вы только наживете себе врагов. Обозлите их еще больше. Потому что они же думают, что они гении. Богом избраны. Да, вот такая ситуация. Зласть получили от людей легковерных и немыслищих, скажем так. И только увеличится напряжение в обществе. Это второе. И вот третье самое главное, что вы утратите те самые прекрасные качества, которые у вас есть. Это здоровье, это веселость, это радость, это ощущение, что вы хороший человек. Потому что борьба будет вас делать злым. Так это устроено. Вот. Поэтому вы будете обесценивать себя. Я недостоин. Почему я не на их месте? И так далее. Эти вопросы тоже придут. Так так что не надо верить ничему. Задавайте вопросы, отделяйте мифы от реальности, ищите истину. Это лучше всего. Это самое прекрасное, что может быть. Избавляйтесь от иллюзий и живите в реальности. То, что невозможно проверить, то, чему нет доказательств, то не существует. Отметайте иллюзии, как такие полипы. когда сознание абсолютно, когда ум абсолютно ну так, когда вот когда ум абсолютно находится в состоянии абсолютного осознания, он становится экстраординарно тихим, спокойным, молчаливым. Это не сон, он не спит, но это высочайшая осознанность осознанность в молчании. Это спокойствие, да, спокойствие, когда мы осознаем все, мы спокойны, когда мы все осознаем, когда мы все понимаем, как все устроено, что происходит, как это работает, это все возможно понять, и быть абсолютно спокойным, веселым, хорошим человеком, счастливым человеком. Так что вы поняли, кем себя надо окружать, да, счастливыми людьми, спокойными людьми, рядом с которыми легко дышится. Они невротиками с деньгами, пусть, да, не злыдними с деньгами и так далее. Вот, тогда будет все хорошо. Ну, вы знаете истинные ценности, да, теперь еще больше о них узнали, вот, благодаря Фридриху Ницше и немножко мне. Вот. Всем отличного настроения, чувствуйте себя хорошими людьми, не не озлобляйтесь, помните, что это способ тоже манипулировать вами, втягивая в борьбу и озлобляя вас. Мы таким образом утрачиваем очень ценное состояние сознания счастья, радость, эйфория, наслаждение, экстаз, и, конечно, веселость, веселость духа, праздник, праздник жизни, карнавал жизни. Спасибо за вопрос, задавайте еще вопросы, пишите комментарии, да, напоминаю, что вы можете мне написать на e-mail, я всем отвечаю, всем отвечаю, по e-mail, я всем отвечаю, напишите мне письмо, что вы думаете, там, о себе напишите, о своих мыслях, поделитесь, со мной вы можете поделиться своими мыслями, всем отвечу. Вот. В разделе сообщества у нас там разные предложения, читайте, смотрите, спонсоры, спонсоры канала получают доступ к эксклюзивным видеороликам по психотерапии, очень интересные, очень полезные, очень освежающие, оздоравливающие, делающие счастливыми, спокойными вот эта вот осознанность. Мы работаем на осознанность, на здравый смысл, на счастье, на спокойствие, на уверенность в себе, на знания, которые вам помогут в жизни, просто добиться того, чего вы хотите. Также приобретайте нашу психотерапевтическую продукцию, смотрите описание к данному видео. И я благодарю всех, кто делает донаты, поддерживает наш канал. Нам это помогает быть на плаву, развиваться и мотивирует, конечно, тоже нас. Вот, всем всего доброго, всяческого благополучия, всех благ. Бог.